Даже солнечные лучи в дефиците. Места в городе мало, а жителей все больше. Людям хочется простора, но где его взять, когда каждый метр на вес золота? Как точечная застройка превращает жильцов в бойцов? Смотрите в сюжете Алины Багиловой. Почему-то нам нету двора, закрывают всякие застройщики, приходят и закрывают наш двор. Почему? А наши дети куда должны пойти играться? Как муравейник везде дома. Дети играть, у нас места нету. Лишь бы дома строить, машины ставить. Нам нужна детская площадка, это 21 век. Нашим детям нужно выйти никуда. В районе радиозавода по проспекту Акушинского настоящее противостояние людей за стройщиками. Жильцы общежития возмущены предполагаемым строительством дома. Ведь новая стройка, по их словам, буквально перекроет им весь обзор и лишит солнца и воздуха. Наступать в дочку места не бывает. Это что такое? Куда обращаться, мы не знаем. Вот каждый третий приходит к себе что-то строить. Жильцы общежития считают строительство незаконным. По их мнению, застройщики, не имея на то основание, начали рыть котлован для новой высотки. Но, как оказалось на деле, документ на землю все же имеется. А закрыть вид на территорию, по словам застройщиков, это отнюдь не противозаконно. Мы просто хотели загородить свой участок. Мы ничего такого здесь не хотели, чтобы здесь администрацию вызывать. Здесь все время машины стоят на нашем участке, как стоянку сделали. Застройщика народной ополчения ничуть не смутило. Как объясняет владелец земли, у жильцов и так есть большая придомовая территория, которую они почему-то не используют. По его словам, они вполне могли бы обустроить прямо перед домом и детскую площадку, и зону отдыха, и даже сделать парковку. Я не понимаю, почему они возмешаются, потому что у них вот вход в дом, вот здесь находится. И их дворовые, вот эта часть, которая у них была, они сами застроили. И еще без всяких разрешений на строительство. И теперь вот их двор тоже здесь находится. Это то, что они показывают, это находится в задней части дома. На место предполагаемой стройки приехали представители власти. Они пресекли действия застройщиков до полной проверки законности документов на право собственности земли. На данном земельном участке выданного разрешения управления архитектурой города Махачкалы не имеется. Строительные работы на данном участке вестись не будут. Если будут приниматься попытки введения строительной работы, мы будем реагировать, привлекать сотрудников полиции. Данные работы будут нами приостановлены. Между тем, жильцы дома не намерены сдаваться. На боевом посту дозорное общежитие. Они в любой момент готовы дать сигнал тревоги. Хаос в градостроительной политике раньше нередко ставил людей и строителей по разные стороны баррикад. На чьей стороне правда сегодня покажет время. Но ясно, что истина. Судя по всему, где-то посередине.